Всем привет, друзья! Сегодня вторник, да, вторник, не суббота, я решил взять выходной, и мы с Сашкой решили поехать как пенсионеры. У Сашки болит нога, а у меня поломанная трансмиссия, и я не могу особо ускоряться. И мы вот так вот не спеша сейчас, аккуратненько, едем в Петрово-Саваниху. Давненько мы там не были, решили посмотреть, как живет Петрово-Саваниха весной. Что там интересного, работают ли они вообще. Постараемся сегодня вам это все показать. В сами истоки мы заезжать, наверное, не будем. Мы поедем попьем чаечку, и будем искать интересные места, чтобы что-то посмотреть и вам показать. Так что усаживайтесь поудобнее, и погнали! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, что там было, но твое болото мне в лицо летело. Фотку делаем? Да! Доехали мы до Петрово-Саванихи. Раньше это расстояние у нас занимало реально часов 4-5. Сейчас мы вот так вот минут за 40, наверное, долетели. Вообще налегке. Дима часов 5, может, и перебор. Ну, часа 2-3. Два года назад на хребайке ездил сюда, но мне вправду казалось, как будто я полдня сюда ехал. А сейчас он только начало 11-го, мы уже здесь. Шоссейник. Похоже, я так на Йохана, друзья. Если кто не знает Йохан, это у них есть канал Adventure Team. Они там катают очень много до сих пор. Сашкины кореша, да. Они вечно что-то скажут. О, у нас есть классный гоуст. Сашка, хочу гоуст. О, у нас есть классная палатка гроб. Сашка, хочу гроб. Ну, очки реально меня тоже прикалывают. Особенно мне нравится, как этот Йохан или Устим, кто-то там из них, катают в таких очках прикольных. Я себе загорелся. Тоже хочу такие очки себе. Может, куплю их как-то на Алике. Покажу вам. Да. Ну, они же там проплачены. Все фирма заплатила, купила, а они катают. Я бы тоже так хотел. Слышали, я тоже хочу. Заезжаем в Петрово-Саваниху. А Асаваниха нас неприятно встречает. Справа брусчатка, еще и в подъем. Как-то не очень тепленько. Был бы спуск, была бы другая тема. Встречает нас, друзья, в Петрово-Саванихе вот такая вот церковь. Или собор. Что для меня удивительно. Обычно в селах, да и не в селах и в ПГТ, церковь ставят в центре села. Как бы, чтобы Бог был расположен на одинаковом расстоянии ко всем. И на самом высоком месте. А тут церковь с краю. Непонятно. Ну, почему с краю? Вон поселок. Ну, то другой поселок. Церковь на два поселка. И на возвышенности. Санька. Летим, летим, летим. Карбон отрабатывает. Вот, пока, это же прошло. Карбон нормальная система. Я говорю, тебе просто их надо поднять. Они у тебя тоже удобные. Просто они что-то у тебя опущены. Кстати, да, если вы хотите в пешем порядке побыть в Петрово-Саванихе, в Петрово-Саваниху с Николаева центрального рынка едет вот такой вот пазик беленький, красивенький. Немножечко грязненький, но сегодня болото, так что это допустимо. О, а ты кто? Да, друзья, истоки закрыты. Тут тишина, покой ни одного туриста. Вы вспомните, как было, когда мы сюда первый раз приехали. Было намного больше людей, тут очереди были. А сейчас тишина, покой. Что, будем не спускаться или не? В лес? Поехали. Да ты шо, красиво как, да? Да. Здесь шоек будем пить. Дальше поищем еще что-то? Может дальше там что есть, да? Туда? Ну да. Нам же туда и надо, по идее. Нашли мы для себя место дислокации. Такая вот беседочка, или охотничья, или рыбацкая. Ну а мы что, не охотники? Мы охотники за приключениями. Так что нам тоже тут можно останавливаться. Сейчас будем пить чайочек. Как Санька говорит, готовьте чаю. Сейчас мы будем готовить чаю. Сегодня у нас, друзья, на обед. Груша, яблоко, зваки. Манго, банан, маракуйя. А? Такое вы не ждали увидеть? В путешествии, даже и коротком. Прикиньте, так покушать вкусненько. Яблоко, банан, марк, печеньки с шоколадом. И зваками, да? Нет? Нет. Стаканчики. И два батончика. Be fit. По 5 гривен, вот это да. Писникерс. Со стиком аромакова. Чашечки постояльцев. Видел, Санька? Все, покушали, попили. Потихоньку выезжаем на разворот домой. Поводочка немножечко испортилась. Тучки налезли. Но я думаю, дождя не будет. Сашки, там что-то не получается стягнуться. Когда вот это вот у нас было в городе непогода, какие-то типы на кабадашке снимали какой-то вот кран. Видел? Нет. Ветром его. Кран? Вот тот, да. А, 900 тонн этот? Угу. Что ему было? Один стоял на месте, а второй ветром подул, и он врезался. Охренеть. Надо посмотреть это видео. Такая старая опора, да, смотри. Нашли какие-то разваленные дома. Можно красивые фоточки велика запилить было бы, если бы не мусор. Вон, прикольно, да, такой старый домик. Там, снизу, дальше, до поворота. Я провел свою вообще, в принципе, первую ночевку на природе. Салям, в палатке, мы на лодке с его дачи Константиновка. На лодке с пришеребали туда. Да, да, и там, это вот, три дня, две ночи. Ничего себе. Нормально. Территория под наглядом. Будь ласка, не засмечуйте та наруйнуйте будівлі. Вы знаходитесь на території уникально-историчной памятки архитектуры. Данный маєток належав АА Бердихіну. Ой, это ж как этот рассказывал про Бердихіна в истоках, да? А, кстати. Виноробный госп... Да, и про вино он рассказывал, что не вино переправляли. Виноробное господарство Горбачинська коса. Дана місцевість підпорякована Міністерством обороны України. Ну да, это же считается территорией полігона, наверное. Ну да, просто хочу дальше заехать. Или в твоем селе повернуть, но заехать дальше. Ну дальше на Войку попросили. Ну, значит, где на ту область. Ну там 90, с тяжелым велосипедом. Тяжелым прям. Ой, болото скользкое! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! 40 км ехали, никаких проблем. И вот такая одна маленькая лужица. И все. Так-так, я даже и лужи нет. Просто грязь. думаю все падает быстро вставать и разворачивать камеру ну чё не объехать мы болото поехали трава же по бокам сухая чем болото ехали бараны да ну нам дорога туда должны идти ой весело сейчас будет сашка мы наконец-то выехали на трассу вот а